Меня зовут Анастасия Корчевская. Сегодня я представлю свой вариант анализа коллективного другого договора закрытого акционерного общества, первый контейнерный терминал. И я анализировала договор за 2008-2011 год. Так как я, так понимаю, я первая выступаю с анализом этого договора, я немного сначала про сам договор расскажу. Да, я просто хочу вас проинформировать, что этот договор потом был продлен еще на три года, и он закончился в 17-м году. Вот, ну вы нам просто выдали вот этот год, поэтому я с этим работала. Но для того, чтобы его продлить, тоже вам какую-то информацию. Для того, чтобы его продлить, если вы просто будете выходить через три года с предложением продлить, я говорю, продлевать его не будет, он хороший. А что вы его учат вам, безусловно, скажут, нет, давайте заново все. Потому что нет такого правила, что обязательно он само собой продлевается. Просто может быть продлен. Вот поэтому, скажем, люди, которые хотят, чтобы он сохранился, что делают? Готовят проект коллективного договора, в котором все позиции лучше для работников. Ну и администрация видит, опять будет, это вот неизвестно, дойдет до забастовки, и будет коллективный договор, спор, и будет Марокко, придется освобождаться от работы, опять то все, и они тогда соглашаются на то, чтобы этот коллективный договор продлить. Но иногда бывает, что поскольку это затягивается, переговоры, то получается провал. Тот уже не действует, а новый еще не начнет. А вот тот, который продлевает, переговоры не закончились. И тогда все ухудшается сразу, причем обрушивается, причем сразу заметно. Я уже говорю, как это видно у дочери. Записано было в полдоговоре, что у него должен быть плащ для работы, поскольку там дождь может быть, снег и так далее. Ну вот, написано, что плащ его. А как только вот интервал начался, старый закончился, новый еще не появился, там просто плащ дежурный. А что значит дежурный? Вот пришел товарищ, весь мокрый, грязный, поехал сюда и пошел домой. А я вот этот мокрый, грязный на себя наделал и пошел на работу. Как только прошел этот период, то есть началось действие продленного коллективного дрожи, то есть того же самого, все опять. Или, скажем, что вы не заболеете, если вы промокли, нужно какую-то надежду носить. Это не только для того, чтобы полезно знать. Шерстяной, потому что если вы в шерстяных носках, шерстяной какой-то одежде, промокли, ничего страшного, у вас тем самым тепло сохраняется. А если у вас брезентовая одежда, ну это, то есть вы гарантированно заболеете или еще какие-то структуры у вас. Так, все на этом. Пожалуйста, поздравьте. А, ну вот, непосредственно сам договор состоит из двух частей. Первая часть содержит основные обязанности работодателя и обязанности, ну то есть правкома и работников. Можно еще вас попросить громче говорить? Да, конечно. Я хочу вам даже цитату привести. Вот товарищ Сталин в первом собрании соцсетей в своем пишет о том, что вот, как Ленин выступал, говорит, человек, стоящий на нашей позиции, должен говорить голосом громким и непреклонным. В этом отношении Ленин настоящий горный орел. А вы как бы вот орлица у нас. И тут орлица говорит, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вы же не курица, а орлица, правильно? Ну у нас тренировка же из публичного выступления идет, правильно? А как еще можно натренироваться? Ну, если бы кто, если есть вот такие люди, которые без ошибок чему-то научились, пусть встанут. Я, например, не встаю. Потому что это тут не то, что это к вам относится, это ко всем относится. То есть это счастливый случай, когда можно потренироваться, и надо и тренироваться. Это понадобится в жизни. Даже иногда вы чувствуете, ваша позиция слабая. Слабая позиция на переворот. Что вы должны делать? Вы должны говорить, я считаю, надо сделать вот так. О, брат, ну тогда как с этим будешь бороться? Ну, а если у вас хорошая позиция, твердая, ну тогда можно уже и так, подпокойнее. Так что вот вы же должны рассчитывать на что? На положительную, высокую оценку. Правильно? Поэтому, пожалуйста. Хорошо. Так вот, значит, в договоре представлены две стороны. Работники и работодатели. Причем у работников правком не является какой-то третьей стороной. Правком выступает со стороны работников и является их представительным органом. То есть, в договоре наговор между двумя сторонами. Работодателем и работников. Так, значит, это правильно то, что вы сказали. Между работодателем и работниками, но там не правком. Вот в этом позиционном договоре вы посмотрите, кто там. Написано обязанности правкома. Нет, а посмотрите, кто там по списанию. В любом месте, где есть подписи. Где есть печать и подписи. Кто там? Председатель правкома и генеральный директор. Нет, там два председателя правкома подписаны. Еще смотрите. Так, генеральный директор, председатель единого представительного органа работников. А единый представительный орган работников сформирован в соответствии с Трудовым кодексом из двух профсоюзных, двумя профсоюзными организациями. Одна профсоюзная организация, это профсоюзная организация российского профсоюза докеров, А вторая это РВТ. Это не ругательство, это процесс работников водного транспорта. Вот два этих профсоюза договорились о том, что они создают единый представительный орган, тогда у них получается больше половины членов профсоюза, вот в этом, этот орган представляет больше половины работников. То есть тогда вот две профсоюзные организации, объединившись, могут вести переговоры и проводить там совместные конференции и вот такие решения от имени большинства, от имени всего коллектива. А если бы только один был, ну, наверное, докеры, может быть, они и смогли бы, а РВТ вообще бы не смог. И сделано так, что председатель правкома докеров, руководитель этого представительного органа, он и подписывает как председатель, а второй ЕПОР, как они пишут, единый представительный орган работника, а второй председатель, председатель РВТ, он заместитель. И получается так, что, конечно, основной груз борьбы, для ключевых договоров, ложится на долгие, а товарищи от этого выигрывают сильно, потому что сами по себе работники механизации ничего бы этого не добились. Их меньше значительно, они менее организованы и слабеет профсоюз. И надо сказать, что вот эта ситуация в порту единственной компании, потому что в других компаниях есть РВТ, есть РПД, и они между собой воюют, а эти воюют с работодателем. Есть разница. Вот, поэтому это тоже стоит отметить как существенное. И второе, вы по этому проекту видите там результаты борьбы. Вот, видите, там в конце нет подписи никакой. Где вы видите подпись под договором, под коллективный договор, где подписан? Нет, у него только по конкретным. То есть они подписаны по статьям. По статьям, по честьям, по приложениям и так далее. То есть все подписано, но не так, чтобы, поскольку объяснил генеральный директор, я подписать не могу. Ну, не могу. А вам на закопить нужна или вся норма? А нормы все подписаны. И все. То есть вам шашечки или я? Ну, вот вы объяснили. Мне пришлось объяснять председателю представительного органа, что не надо грустить насчет того, что там нету в конце председателя, председательного органа и отработодатель генеральный директор. Поскольку у вас везде все подписано. Публикуйте, и они опубликовали. И все. И все на этом закончилось. Еще раз прошу прощения за то, что я вам мешаю. Не мешаю. Но вас не мешают. А так, значит, и вот, если посмотреть по содержанию, может показаться, что бедных работодателей тут мучают, выдвигая им большое количество обязательств. Но на самом деле, если рассматривать с точки зрения трудового процесса, нужно понимать, что у работников всегда этих обязательств на самом деле больше. И выдвигая, как бы, вот, ну, регламентируя обязанности... А на сколько больше? Можете сказать? Ну, вот я знаю, что во многих трудовых, я не уверена, как это правильно называется, но вот, когда составляется план того, что должны делать работники, например, вот данные сейчас в организациях, может перечисляться большое количество всяких пунктов того, что делает работник, а в конце приписывается такое положение о том, что плюс любое поручение работодателя. А любое, значит, сколько этих... Это значит, что это бесконечное количество обязанностей. То есть общая бесконечность больше любого конечного, правильно? Бесконечность больше любого конечного. Поэтому, вот, это очень хорошо, что вы на это обратили внимание, говорят, что это у вас все обязанности работодателя, обязанности работодателя. Потому что обязанности работника, а все, что ему скажут, то его и обязанности. Поскольку он не может не выполнять, правильно? Поскольку приказы, которые на производстве издаются, и указания начальников, организаторов работы, они все обязательны к исполнению. И на это уже заключен трудовой договор. Уже трудовой договор ставит работников в такое положение, когда он должен все выполнять. А он никому ничего не может сказать, а ему все могут сказать. Поэтому это как раз есть некоторая попытка, но если не уравнять, не уравнять, а по крайней мере, ослабить вот такое неравенство, которое есть. Спасибо, что вы это отметили. Вот, ну и это вот первая часть этого коллективного договора. И вторая часть непосредственно это уже приложение, которое конкретизирует какие-то конкретные нормы, правила. То есть они дополняют обязанности, и под каждым из приложений, как вы уже отметили, стоит подпись. И получается, что вот каждое из этих приложений – это результат отдельных переговоров. То есть я так понимаю, что это, ну, по каждому из этих приложений нужно еще дополнительно встретиться, согласовать. То есть это каждое приложение – такая своеобразная маленькая победа получается. Ну, получается, еще и такая тактика, которую применил единый представительный орган. Вот, почему, как, люди, которые занимаются разрешением коллективного договора, спор, должны этого замечать. Здесь это так сразу не видно. А, как видно, что вот много разных приложений. А получается так, что вы на переговорах договорились о немногом. Ну, давайте, о чем договорились, давайте запишем. Коллективный. И подпишем. А можем продолжать спорить, 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 вот, все, как все эти приложения, все это взять, мы об этом все спорим. У нас забастовка, она тянется, всех измотали, и себя измотали, и деньги, так сказать, меньше получаемые и так далее. И ни о чем не договорились. А тут раз, вот эта главная часть, и договорились. А потом продолжим переговоры. Договорились? По какой-то проблеме. Раз договорились, она автоматом входит в состав коллективного договора. Почему? Потому что те приложения, о которых договорились, являются неотъемлемой частью коллективного договора. А для всех юридических документов, любых законов, указов, норм, каким номером они стоят, в каком месте стоят, это совершенно безразлично. Вам какая разница, если вам, значит, где-то в каком-то месте дают 250 тысяч рублей, в конце, в начале или в середине. Какая разница? То есть вопрос в том, где это стоит, несущественно. Поэтому это отражает еще и логику борьбы и переговоров. Что эти приложения появились, конечно, не сразу. Одно, второе, третье, четвертое. То есть как бы уже одна часть уже работает, коллективного договора, он уже целый, некоторое. А потом уже целым он является вместе с приложением, потом вместе с другими приложениями. И так далее, и так далее, нарастает. Пока. И, наконец, когда все подписали, вот он готов полностью. Так, ну, вот, и если рассматривать данный коллективный договор как результат некоторой борьбы, да, надо понимать, что существует трудовой кодекс, и работодатель по закону, он не может делать хуже, чем в трудовом кодексе. Поэтому я анализировала, ну, постаралась найти какие-то моменты, в которых коллективный договор улучшает жизнь работников по сравнению с трудовым договором, поскольку трудовой договор, ну, по идее, его нельзя уже нарушать, поскольку это, ну, расследуется законом. Так, первый пункт, который мне удалось выделить, это работа в ночное время. Вот, согласно 96-й статье непосредственно самого Трудового кодекса, ночное время работы – это время с 22 часов до 6, с 22 часов вечера, да, до 6 часов утра. И в Трудовом кодексе написано, что есть категория граждан, да, которые не должны допускаться к работе в ночное время. А также есть упоминание о том, что еще категория граждан, которые могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена и по состоянию здоровья, в соответствии с медицинским заключением. То есть есть рекомендации общие, но вот, в частности, в коллективном договоре эти рекомендации, они расширяются, и в коллективном договоре есть пункт о том, что при наличии медицинской рекомендации освобождаются докеры-механизаторы и рабочие механизации от работы в ночную смену, остальные работники при наличии возможности. То есть это уже конкретно для этого предприятия выделяется группа работников, которые при наличии медицинской рекомендации обязательно освобождаются от работы. Хотя докеры-механизаторы – это вряд ли будут беременные женщины или работники, не достигшие 18 лет, как это прописано непосредственно в Трудовом кодексе. И также есть положение о том, что освобождаются работники старше 50 лет, если они просят об этом, от работы в ночную смену, если они направляют личные заявления. Но при условии, что есть такая возможность, и им не гарантируется сохранение места работы в данной бригаде. То есть их не увольняют, но если есть такая необходимость, и человек по состоянию здоровья, у него есть возможность направить заявление, и при сохранении вообще в целом рабочего места не трудиться в рабочую смену, в ночную смену. И также еще касательно работы в ночное время, следует отметить, что вот в коллективном договоре прописано, что большая часть времени, которое приходится на ночное с 22 часов до 6 утра, вот этот промежуток, считается ночной. То есть получается, если, например, работодатель хочет, ну если нет трудового коллективного договора, он может считать ночную смену только ту, которая попадает в промежуток с 10 вечера до 6 утра. Ну и тут уже, может быть, он целиком попадает. И если, например, есть какой-то час, который не попадает в это время, он уже может сказать, что это не было полностью в ночное время. Но вот получается, что в коллективном трудовом договоре работники в этом плане защищены. Если у них уже большая часть их трудового времени попадает в это вот ночное время, которое установлено законом, то оно уже точно считается ночным, и тут не может быть каких-то вот разногласий. В этом есть здравые. То есть если вот ваш доклад частично будет сделан в ночное время, это значит вам весь сон разобьет, собьет и так далее, хотя вы будете 10 минут всего, мы тут соберемся в ночь, и все будут такие, вот с такими головами, правильно? То есть вопрос в том, что как? У человека нарушается нормальный цикл природный или не нарушается? Нарушается, в любом случае, да, если это 2 часа, или 3 часа, или 4 часа, а у них смена по 12 часов. Так. Вот, далее я выделила такой еще пункт, как ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем. Эта статья регламентируется вам статьей 119 Трудового кодекса, и там касательно него прописано, что работники с ненормированным рабочим днем не предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, и он по закону не может быть менее трех календарных дней. То есть если иное не предусмотрено коллективным договором, работодателю, конечно, выгодно, чтобы этот, ну, оплачиваемый отпуск, он и не был больше трех дней, вот. А в нашем, получается, трудовом, вот этом коллективном договоре прописано, что предоставляется работникам следующий дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуска в календарных днях. Значит, за ненормированный рабочий день, согласно приложению 12, и вот, например, в приложении 12 прописано, что для бригадиров продолжительность такого отпуска составляет 6 дней, то есть это в два раза больше. Человек может отдохнуть, причем оплачиваемо, и это очень важно. Вот, плюс, также за работу в трехсменном режиме, 4 рабочих дня в расчете на полный рабочий год, а также за работу в двухсменном режиме, также, получается, еще 2 рабочих дня. То есть это, и попадают сюда еще женщины, которые имеют двух и более детей в возрасте до 14 лет, им предоставляется 3 рабочих оплачиваемых дня, а в Трудовом кодексе, по идее, ну, вообще ничего нет. В месяц или год? Год в год. В расчете на полный рабочий год, 3 дня. Ну, они хотя бы оплачиваются. Так-то они не оплачиваются. На том спасибо. Ну, и также Черно... Мама сейчас скажет, точно, подожди, вот наступят те 3 дня, мы поедем с тобой погулять. Вот, ну, и также еще особой категории граждан, чернобыльцам, афганцам, почетным донорам и иным годным категориям определенным законодательством РФ по их личным письменным заявлениям также могут предоставляться дополнительные оплачиваемые дни отпуска. Могут предоставляться или не могут не предоставляться? По личным письменным заявлениям должны быть предоставлены. А? Должны быть предоставлены. Должны быть, тогда это не просто могут, они могут не предоставляться. То есть это норма. Обязательная. Да, вот, ну, таким образом получается, что коллективный договор, он расширяет категории вот тех самых граждан, которые могут получать вот эти вот дополнительно оплачиваемые дни отпуска. Так, и также, ну вот касательно, ну это вот случай, если ненормированный график. Теперь вот если в целом дополнительно оплачиваемые дни отпуска, то есть к основному отпуску еще прибавление, не в течение дня, а вот оплачиваемые дни, а именно как отпуск, получается, что в 128 статье Трудового кодекса написано, что отпуск, ну это графа отпуск без сохранения заработной платы. Тут перечисляются категории граждан, которым по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Тут это участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, родители военнослужащих, инвалиды в случае рождения ребенка и так далее. А в коллективном трудовом договоре прописано, что в целях налаживания отношений социального партнерства освобождать работника по его заявлению и предоставлению им соответствующих документов от работы с оплатой по тарифной ставке на следующие сроки. На два оплачиваемых дня освобождаются в связи с бракосочетанием и в связи с похоронами ближайшего родственника, а также один оплачиваемый день предоставляется в связи с призывом сына вооруженной силы России и в связи с рождением ребенка. То есть не как в трудовом кодексе, ну как бы получается в трудовом кодексе есть обязательства по необходимости предоставить просто день отпуска, если есть эти обстоятельства, а в коллективном договоре эти дни еще и оплачиваются. Так, а далее я выделила пункт с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Если вот в трудовом кодексе 81 статье, который регламентирует данное положение, написано, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях однократного грубого нарушения работникам трудовых обязанностей или, например, появлением работника на работе на своем рабочем месте или на территории организации в состоянии алкогольного или наркотического, наркотического или иного токсического опьянения. То есть в данных случаях работодатель может расторгнуть договор по своей инициативе. А в коллективном договоре касательно этого пункта прописано, что за появлением на работе в нетрезвом состоянии производить увольнение работника с учетом мнения правкома докеров и при наличии заключения компетентного медицинского учреждения. То есть, если, например, работодатель уже может, например, не понравиться работнику, а он на него заявление напишет, что вот он был на работе в нетрезвом виде, и все, я его увольняю. А так получается, что у работодателя нет такой возможности. Это я плохого работодателя, например, привела, но... Он должен пойти в виде... Он должен, да. Да, и плюс это должно быть также с правковым согласовано. То есть, это уже нельзя. Вот захотел и нашел такую причину. Так, а потом... Согласовый пересчет мнение. Там, в данном случае, учет мнение. Да. Согласование не требуется. Прямо это процедуру с ключей. То есть, чтобы человек, его требование, чтобы вы умеете дать такое заключение, вы хоть и реализовываете. Ну да, еще медицинское заключение. Это уже дополнительные инстанции, которые необходимо пройти. Так, а следующий пункт, который я выделила, это произведение доплат. Вот согласно Трудовому кодексу, это 151-я статья, при совмещении профессий, должностей, например, или расширении зоны обслуживания, и увеличении объема работы или исполнения обязанностей, время отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. И, согласно кодексу, размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной работы. Значит, а в коллективном договоре прописано уже конкретно, что за совмещение профессий, ну и все, то же самое повторяется, доплата производится пропорционально исполнению обязанностей в пределах оклада, то есть тарифной ставки совмещаемой профессии из расчета не менее 50% оклада совмещаемой профессии, в том числе по сумме доплат работников, совмещающих одну должность. То есть это уже не просто какая-то доплата, может быть, и на этом 100 рублей за то, что ты месяц работал, а это уже конкретно 50% тарифной ставки, не менее 50% тарифной ставки. И тоже касается оплаты... Да, это правильно. Смотрите, если человек выполняет работу из-за другого работника, значит, он, положим, что он выполняет всю работу из-за другого работника, то есть у него вдвойне затраты увеличиваются, причем это по времени, только вдвойне, но ему же интенсивно приходится действовать, то есть у него затраты, на самом деле возрастает гораздо больше, чем кажется, чем вдвое, оплатят только в полтора. Так что это не здорово, хотя это прогресс. Но это лучше, чем... Это лучше, чем... Чем когда просто по соглашению. Хотите, не хотите, больше не дам. Вот и соглашение. Или если не хотите, то вообще можете увольняться. Вот. Ну и то же самое касается работы в ночное время. Вот согласно Крудовому кодексу, каждый час работы в ночное время оплачиваются в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях. И, ну, как бы, там много написано, и вот дописано, что конкретные размеры повышения платы труда за работу в ночное время устанавливаются в коллективном договоре. Так вот, в коллективном договоре докеров прописано, что за работу в ночное время доплачивается 50% тарифной ставки. То есть это тоже уже конкретная цифра, то есть это в два раза больше. Или мало за ночную смену? По-моему, мало. По-моему, тоже мало. То есть ночная смена, то есть, что такое ночная смена? Насколько больше трассится, так сказать, сил человеческих и здоровья ночную смену? А вот, всего лишь поддается 50%. То есть, ну это мы же берем с вами не предложение докеров, мы берем то, о чем уже договорились. То есть, мы вовсе не видим вот по этому договору, а какой был докеров проект. А он, конечно, был, не знаете, виновен, а и другие. А иначе ничего не договорились о таком. Так. Так вот, и последний пункт, который я нашла, это оплата времени простоя. Оплата времени простоя регламентируется 157-й статьей Трудового кодекса. И там написано, что время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2-3 средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, независимым от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2-3 тарифной ставки оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. И время простоя по вине работника не оплачивается. Вот. А в коллективном трудовом договоре прописан пункт, что время внутрисменного простоя не по вине работника оплачивается стопроцентными тарифами. То есть это уже не две трети. То есть, вы организовываете, чтобы она работала? То есть, люди простая, тем более ночью они пришли, ищутся, и работают. приняты. Вот. То есть, тут тоже получается, что на одну треть уже больше, чем могло бы быть по трудовому кодексу. Вот. Все. Ну вот еще есть один пункт, про который вы не сказали, а его мы не можем такими отметить. Это пункт о том, что в тех случаях, когда какие бы то ни было изменения, какие-то нормативные так передает работодатель, они, если они затрагивают положение работников, они должны согласовываться с единым представителем органов. А в кодексе что? Не знаю. А в кодексе учет мнения. А кто такое учет мнения? Ну это так. А? Ну это так, показали, как хотите. С учет мнения означает некоторую задержку в издании этого приказа. Представим себе, что я генеральный директор, вот, а вы председатель правкома. Так? Значит, что я должен сделать согласно трудовому кодексу? Это товарищи сейчас читали, и если не читали, то давайте на этом стоит остановиться и еще раз это не пропустить. Значит, я это генеральный директор сделаю согласно трудовому кодексу какой-то нормативный акт, то есть приказ о работе в таких-то условиях и так далее, с какой-то оплатой. Что я должен сделать? Я должен проект приказа прислать правком или представительный орган с обоснованием. То есть не просто я как решил. Решил еще лавка, лавка, какой-то. Нет, вот это обосновать. С обоснованием. А вы тогда должны почитать и если вы согласны, то писать, что вы согласны. А если у вас мнение есть, что вы согласны. А если вы не согласны, тогда вы должны мотивировать, что вы не согласны. От вас обоснование не требуется. Но мотивировка какая-то. Ну почему вы не согласны? Ну что-то сказать-то должны. То есть какой-то мотивировка. закон, так оно должно как-то мотивировались вот вы мотивировали что ни в коем случае нельзя потому что это ухудшит я такую бумажку мне прислали тогда что я должен сделать согласно друговому кодексу пригласить вас на завтра консультации по закону когда сторона проводит консультацию то есть я вам чего будете пить кофе чай минеральную воду вы говорите ничего не буду пить мы с ней согласны с этим ну хорошо консультацию мы с вами провели все видели что мы с ней встречались мы с ней сидели и разговаривали все после этого что может сделать вообще он подписывает приказ и чем что получилось что это некоторый задержка издание приказа не более того и если в кодексе законов о труде который действовал до 2001 года стояла везде согласование 2001 года полки стоит учет мнение а учет мнения означает что вы можете любое мнение высказывать я его с удовольствием выслушаю потому что мне но в общем-то и не мешает ваше мнение даже интересно как у вас есть то есть в этом смысле прыгнул как вот что в этом кодексе есть хорошего что он это не обратил внимание это очень важно в нем согласование единопроизводительным уровнем а вот в следующем коллективном договоре который текст которого висит он заключен на сайте московского отделения фонда рабочих отдельных уже количество пунктов по которым требуется согласование резко сокращено не смогли они добиться вот того уровня которое было то есть получается ну как бы естественное желание что представление такое что новый договор он как бы лучше ли стал нет в этом смысле и в руках у работников стало меньше у тех же самых представителей органов ну вот такая ситуация спасибо большое очень интересно я думаю что все товарищи могут брать пример есть еще который готовы нету то есть вы знаете пока вы еще без примерного как вы понимаете да так хорошо ну теперь поскольку мы с вами продолжаем изучение того как разворачиваяся коллективная скорую мы остановились на том что вся процедура необходимая для того чтобы в отцовку можно было осуществлять пройдено то есть все примирительные процедуры закончены а именно была примирительная комиссия потом после примирительной комиссии сидели бумаги писали по поводу того что никто не хочет чтобы тот посредник этого предлагает другая сторона не хочет его принимать потом писали бумаги о том что рассматривали вопрос о создании трудового арбитража но ни одна из сторон не захотела договариваться и взять все обязательства выполнять решение трудового арбитража не знать все увеличили это съ2 надо тем более что как он составляет он составляет таким образом что просто этих представителей работников предоставить нет точно не кfunция горно кинетологов к кому-то назовuria городе ресурс работники но это не из числа особой не к administrаться к негатив гер funciona тояду предлагать или ее сразу开始 но как некоторые друзья которые от меня независим, от вас независим, от меня, а не мои друзья. Ну и третья сторона государства. А государство что собой представляет? Государство у нас какое сейчас? Государство, что работники, работодатели. Работодатели, поэтому работникам особенно какие-то расчеты строить, что этот представитель государства будет в их пользу выступать, не очень-то приходится. Хотя у нас был такой необыкновенный случай, когда руководитель службы по разрешению коллективно-трудовых споров был у меня дипломником по юриспруденции, в институте повышения квалификации, где я раньше работал на карте экономики и права. Ну и поэтому у нас хороший был такой трудовой арбитраж, он хорошее решение принял, но это не всегда бывает, всякие бывают обстоятельства в жизни. Вот и так у нас пройдена вся эта процедура, но законодательство не разрешает проводить, спасибо большое, проводить забастовку, не собрав снова либо конференцию трудового коллектива, либо если у вас профсоюзные организации представляет более половины работников профсоюзную конференцию. То есть обязательно для решения окончательного вопроса забастовки после прохождения всех процедур необходимо созвать конференцию трудового коллектива или профсоюзную, в случае если профсоюзы, объединившиеся в единый представительный орган, охватывают более половины работников. Или один какой-то профсоюз охватывает более половины работников. Эта норма совершенно понятна, то есть если профсоюз охватывает более половины, то можно собрать только членов профсоюза, все равно уже будет большинство. Поэтому ничего другого собрание решить не может. Поэтому норма это никакой уступкой не является, она совершенно понятная в этом отношении. Поэтому все зависит от того, как себя поставят профсоюзы и насколько авторитетны они для работников, какую работу они провели. И вот собирается конференция. Что должна эта конференция сделать? Согласно трудовому кодексу. Согласно трудовому кодексу эта конференция еще раз должна подтвердить требования, которые выдвинутся. Вообще, надо сказать, что поскольку это были те требования, по которым шли переговоры, переговоры закончены, написан протокол разногласий. Поэтому, строго говоря, это подтверждение, ну, как бы носит характер еще дополнительного объявления. Поскольку начинается забастовка, давайте напомним, за что мы бастуем. И для себя, и для работодателей. Для себя особенно. Потому что теперь надо этого добиваться. Уже другим путем, как мы и говорили, в чем состоит коллективный конфликт. Конфликт — это обострившиеся противоречия сторон, обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. А здесь какая силу? Какую силу собирается применить коллектив? Он собирается воспользоваться своим конституционным правом на забастовку, которое прописано в 37 статье трудового кодекса, в 37 статье Конституции и записано в Трудовом кодексе право на забастовку. Причем смысл этого права на забастовку очень прост. У нас не феодальное общество, а буржуазное. А в буржуазном обществе работник лично свободен. То есть нельзя меня заставить работать как крепостного, потому что там вы господин, помещик, надо мной, так сказать, можете командовать как угодно. Можно только со мной договориться. А я не хочу при таких условиях работать. Поэтому я, как человек свободный, не при любых условиях буду работать. Но один человек, один в поле не воин, совершенно здесь беззащитен перед произволом работодателя. А коллектив, нельзя сказать, что он беззащитен. Если коллектив хорошо организован, то можно сказать, что работодатель здесь скорее беззащитен. Потому что, ну, не будет работать вот коллектив и все. Не будет. И рухнет этот работодатель, и разорится, и от него все отвернутся, и скажут, что ты не можешь договориться с коллективом. Генерального директора уволят. Почему? Потому что он не нашел языка с коллективом. Поэтому, когда начинается забастовка, очень многое меняется вообще в жизни предприятия и в отношении к этому, скажем, важному лицу, который возглавляет это предприятие, а с ним потом не хотят иметь дело, и он становится нерукопожатным. Если у тебя забастовка, что ты так сделал? Надо было их раньше передушить, а ты не смог. То есть по-разному люди относятся, но все равно его, так сказать, уже так не уважают, как ранее. Поэтому это, безусловно, колеблет те основы, на которых стоит вот такая сильная власть генерального директора или собственника предприятия. То есть первое подтверждение на конференции надо подтвердить. Конференция должна быть, естественно, правомощная. Надо еще раз проверить, чтобы на ней должно было присутствовать более двух третей делегатов, более двух третей, не менее двух третей. Иначе она нелегитимна, ее решения нелегитимны. То есть вы избрали делегатов, а пришли меньше двух третей. Ну и ничего вы не можете решать о забастовке. А если решить, то это действительно опровергнут. Вашу забастовку запретит суд. Девородатель подаст в суд и скажет, что они нарушили закон. О забастовке уже нарушили закон. Он против забастовки ничего не будет говорить. А вы просто нарушили закон порядок организации забастовки и все. Вот поэтому, значит, это требует очень высокой организованности. А мы уже с вами говорили, что собрать конференцию очень сложно. Вот у вас, представьте себе, трехсменная работа. У вас каждый раз на работе сколько процентов коллектива находится? 33,3 в периоде. Ну, если поделить 100 на 3, правильно? Вот, а вам надо 67, чтобы было больше, чем 66, правильно? Вот вам надо 67. Как это можно сделать? Это надо, значит, чтобы представитель какой-то... Закончилась одна смена, началась другая. И вот на конференции эти люди присутствовали и с той, и с другой смены. Как минимум двух смен. И это тоже еще мало, это только на бровях. То есть надо собирать представителей разных смен, собирать, и пока не получится больше половины. Вот, поэтому это не такая простая задача. Не такая простая задача. Либо есть, я уже говорил, другие способы. Можно делать собрание также по сменам, допустим, с единым протоколом. Везде рассматриваются одни и те же пункты. А именно, требования такие-то, забастовочный комитет избираем такой-то, характер забастовки вот такой-то. Срок, начало и вид забастовки такой-то. То есть это вот большая проблема организационная, в ходе которой работники вырастают как организаторы. Если вы не можете организовать конференцию, ну тогда и не улучшится ваша жизнь. А можете, да, и улучшится. Поэтому, что показывает опыт авиадиспетчеров и докеров, я бы особенно вам порекомендовал, в связи с нашими этими проблемами. У нас на канале Фонда Рабочая Академия появилось интервью президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров. Он же председатель Федерации профсоюзов России и он же генеральный секретарь конфедерации труда России о том, чего добились или чего добились, или добиваются авиадиспетчера. Ковалев Сергей Анатольевич. Недавно только вывешено. Вот это самый, можно сказать, самый лучший и самый опытный профсоюзный руководитель действующий, который сейчас есть. И активно действующий. В стране. В стране. А может и не только в стране. Потому что, вы, наверное, знаете такую историю, что когда забастовочные действия предприняли американские авиадиспетчеры, всех уволили. Всех. Как изменили военными авиадиспетчерами. И как-то этого Сергея Анатольевича Ковалева спрашивали. Ну вот вы тут собираетесь всякие действия коллективные предпринимать. А не получится, что вас уволят? Вот американских-то уволили. Нет, говорит, с того времени очень далеко у нас наука и техника пошла вперед, и технологии. У нас сейчас сидит авиадиспетчер, и он что должен делать? Он должен вот две точки развести, чтобы они не столкнулись. Наш, гражданский авиадиспетчер. А что должен делать военный? Его задача в том, чтобы вот здесь одна точка, и вторая должна к ней подойти, и они должны соединиться. И он 10 или 15 лет натренирован на то, чтобы эти две точки свести. И ему нужно, он, так сказать, сидит, и у него много этих точек. А кто будет отвечать за то, что вот эти две точки сойдутся, и 300 человек погибнет? Поэтому, говорит, нет, это у нас уже все, проехали. Больше такого не будет. Итак, надо собрать конференцию. Эта конференция может, мы уже говорили с вами, как может быть проведена. В обеденный перерыв, может быть, в одной смене в обеденный перерыв, и сюда пришли люди из других смен, тоже избранные делегатами. Это может быть очень короткая конференция. Количество часов или минут тут не имеет никакого значения. Важно, чтобы был записан протокол. Вы рассматривали подтвердить требования. Второе. Об организации, о проведении сбастов. Один вопрос рассматривался. Присутствовал более двух третей избранных делегатов. И некоторые ушлые люди, когда они делали ту еще конференцию для выдвижения требований, сразу на две конференции избирали. Чтобы не надо было снова собираться. Об этом я тоже хочу сказать. Что вы не знали, что у вас будет конференция по сбастовке, значит, избирайте делегатов на эту и на эту сразу. Нет никакого ограничения, что вы не можете собираться. Поэтому не надо проводить новые выборы, а просто люди собираются. Это может быть либо те же люди, но два раза. И он выделил готы этой конференции, и следующий. Или другие люди, значит. Кто-то из них уже и был на прежней конференции, а тут уже другие. То есть это все как удобно коллективу делать, так он это и делает. Организаторам всего дела, процесса. Второе, что нужно решить. Нужно решить. Мы еще с вами говорили, что нужно согласовать минимум работ в период забастовки. Это можно сделать до этой конференции, не за саму собой. Нужно сделать с работодателем. И нужно уведомить муниципальный орган, что поздравить его с тем, что у вас на территории будет забастовка на таком-то предприятии. Ну и зафиксировать, что он уведомлен, потому что от него согласие не требуется, он должен узнать. Если он не знает, вы не уведомлены, вы нарушили порядок. А раз вы нарушили порядок, ваша забастовка может быть признана незаконной. Итак, что должна делать непосредственно эта конференция? Подтвердить требования раз и сказать, в какой форме будет, значит, с какого числа начнется забастовка. Поскольку забастовка это дело такое сложное, серьезное, им не надо, так сказать, с ним не надо спешить. Потому что угроза забастовки, она очень сильный аргумент. Если у вас очень хорошо организована профсоюзная работа, то можно было в период примирительной комиссии, на третий день примирительной комиссии, как записано в Трудовом кодексе, провести часовую предупредительную забастовку. Вот вы там сидите, в примирительной комиссии, разговариваете, беседуете. Вдруг раз, и предприятие на час остановилось. Как раз тогда, когда вы говорите, ну давайте договоримся без всяких забастовок. И вдруг раз, и забастовка. Для этой забастовки ничего не надо, для этой предупредительной забастовки. Но она чем чревата? Что если не остановятся люди, а вы хотели продемонстрировать силу, а у вас получилось, что 40% остановило работу на один час, а 60% продолжают работать, как ни в чем не бывало. Ну тогда, естественно, администрация, те, кто ваша другая сторона на переговорах, станут к вам относиться как к людям, которые не серьезные. И не надо с ними договариваться, ничего они не могут делать. Поэтому заведомо рекомендовать проводить такую забастовку трудно. Почему? Потому что еще люди надежды питают, что на примирительной комиссии найдутся приемлемые решения. Основная масса работников перед началом переговоров думают, что договорятся. Что добрый хозяин, барин согласится, и он пойдет на уступ и так далее. Поэтому, если такой уверенности нет, что надо идти в бригаду и спрашивать, будете вы, остановитесь вы на час или нет. Чем доказываете, что остановитесь? Надо же пусть люди... Ну как вы будете доказывать? Сейчас у меня скажут, что вы остановитесь, а вы не остановитесь. Скажем, если у вас запланировано в середине моей лекции 5 минут на 5 минут взять, встать и выйти всем, а потом прийти. А я тут продолжаю говорить, а вы взяли и ушли, а потом взяли и пришли. А я тут что-то говорю, говорю. Что я могу сделать? А ничего. Так? Ну что я могу сделать? И что я скажу? А я скажу, если я пойду к директору, скажу, что-то вдруг студенты взяли и ушли. На 35-й минуте, а на 42-й пришли. И скажут, ну что, значит, такой вы преподаватель. Что мне скажут еще? А если я коллегам буду рассказывать? Ну, Михалыч, подумайте сами. Ну, что вы так? Лучше сидите и молчите по этому поводу. Пришли и пришли, и ушли, и ушли. Не надо распространять про себя. Это порочащие вас сведения. Вот и все. Поэтому. А тут наоборот. Как получится, не получится, это вопрос. Это нужно вот иметь точные данные о том, насколько коллектив к этому готов. Вполне возможно, что он не готов. Потому что впереди еще другие непримирительные комиссии. Надежда на посредника. Надежда на трудовой арбитраж. Надежда вообще на то, что что-то случится. Какое-то чудо. И все-таки пойдут люди. Но неужели они не согласятся? У нас же такие хорошие требования. Вроде бы, как вот то, что вы перечисляли. То, что попало в коллективный договор. Это же почему сразу не договориться без всякой забастовки? Нет, надо было бы оставать, оказывается, за этот договор. Вроде все это естественно. Это нормально. Ненормально то, что так мало. Потому что как же так? В два раза больше работают, а получают в полтора раза больше. Где справедливость? Где правда? На конференции нужно установить дату забастовки. Дату начала забастовки, а не дату забастовки. Вот если мы здесь ошибемся, то такие случаи и были. В решении конференции некое предприятие записало забастовку провести 25 октября. Хорошо. Хорошо. 26 октября они не работают, поскольку они решили, что они с 25-го начали забастовку, а раз их начали увольнять. Они забеспокоились, что такое, как, чего такое. У вас забастовка 25-го, а вы 26-го не виделись на работу. Прогулы. У вас прогулы, у вас прогулы, у вас прогулы. У вас, так сказать, массовое увольнение. И не надо даже запрещать ничего. Просто поувольнять зачинщиков и все. Поэтому строго должно быть написано, начало забастовки, и в лекции у нас будет это называться, начало забастовки. Начало забастовки датируется таким-то числом и время. Допустим, если сейчас идет ноябрь, то начало забастовки, скажем, 10 декабря с 8 часов утра. Вот так. А как будет проводиться? Сколько не будет забастовка? Это интересно работодателю узнать. А забастовка у нас будет, и это должно быть записано, бессрочная. Бессрочная, то есть, либо вы выполните наши требования, тогда мы забастовку, естественно, и заканчиваем. Она же по требованиям, требования выполнены, и все, она закончена. То есть, надо еще ее будет закончить. Надо сказать, что очень непросто бывает закончить забастовку. Люди уже привыкли в таком положении находиться. Они приходят, требуют, уже не работают там, недели не работают, месяц не работают, второй месяц не работают. Так как? И второе. Значит, в какой форме она проводится? Трудовой кодекс допускает две формы забастовки. Первая форма – это полное прекращение работы. И второе – частичное прекращение работы. Ну, что тут по этому поводу можно сказать? Что вот таких забастовок с полным прекращением работы, особенно много было в Ивановской области в 90-х годах. Прекращают работу, а все равно экономические связи нарушились, ничего не получается, ничего не выполняется. И еще их капиталист теряет все свои позиции, он уже и захотел бы что-то выполнить, уже не может выполнить. И закрывается предприятие. Одно закрылось, второе закрылось, третье закрылось. Вот, скажем, Ивановский завод текстильного машиностроения. Вот он и закрылся. И другие предприятия в Иванове, как будто мор прошел по предприятиям в Ивановской области. Поэтому само по себе вот такое примитивное понимание забастовки, что обязательно надо взять и все остановить, это не самое хорошее. Почему? Ну, потому что если вы думаете, что договоритесь с помощью забастовки за пять дней, ну, пять дней вы потеряете зарплату за пять дней. А если вы за пятьдесят дней не сможете договориться? Пятьдесят дней без зарплаты. Вам месяц не зарплатят, потом второй месяц практически без зарплаты. И как некоторые, так сказать, вот, например, когда у докеров была забастовка, был такой Челябин, генеральный директор ООМ-Арпорт СПБ. Говорил, ну, посмотрим, начинайте свою забастовку, они не препятствовали. Нормально, оформляли все, давайте, давайте, делайте, не мешали. Посмотрим, вот, когда у вас будет в семьях забастовка через две недели, тогда вы сами придете и откажетесь от этого. А докеры применили, вот, совсем другую форму забастовки, которая тоже прописана в трудовом кодексу. Потому что забастовкой называется полное или частичное прекращение работы в целях достижения заявленных требований. А частичное может быть какое? Час не работает в день, два часа не работает, четыре не работает, три, сколько хотите. Ну, сколько вы решите? Что мы можем с этим порекомендовать? Значит, мы должны исходить из того, чтобы как можно меньше было потери в зарплате. С одной стороны. С другой стороны, чтобы это было ощутимо для работодателя. Если будет мало, так сказать, всего там один час, то это очень слабо. А если будет много, то это будет ощутимо очень для работника, для его кармана. Поэтому вот тут надо найти такое правильное решение. Ну, и все специалисты, которые этот вопрос изучали, и специалисты-профсоюзники, и доктора экономических наук, говорят, что самая сейчас обоснованная норма частичного прекращения работы – это два часа. Смену. Два часа. Почему? Потому что, скажем, если речь идет о рабочих или работниках-издельщиках, то вот эти два часа, они будут компенсированы увеличением интенсивности труда. Не производительности, потому что вообще под производительностью, вообще говоря, понимается такое увеличение выпуска, которое достигается за счет каких-то технических улучшений. И критерием производительности является такой показатель, как трудоемкость. Вот сколько труда заключено в продукте, которая выпускается. Только трудоемкость в случае увеличения интенсивности возрастает. То есть, может быть, вы в два раза стали больше производить продукции, а из-за того, что вы так увеличили темп своей работы, что у вас организм ваш расходует сил, энергии и здоровье не в два, а в два с половиной, а то и в три раза. Поэтому нет такого графика, что вот здесь просто вы в два раза быстрее стали работать и в два раза больше стали отращивать труда. Может, в три, может, в четыре. Поэтому не всякая здесь интенсивность хороша. Поэтому, если мы возьмем соотношение, была восьмичасовая смена, в ней два часа. Два от восьми – это какая часть? Четвертая часть. Ну, четвертую часть покрыть довольно легко. И поэтому сделщики практически, они за счет интенсивности своего труда выйдут на тот же уровень зарплаты. Чем это подтверждается? Подтверждается это в следующем. Докеры, по данным которыми я располагаю, поскольку я участвовал в этих переговорах, они обычно выполняли норму на 168, на 165%. Поэтому они в состоянии выполнять более высокие нормы. Поэтому они будут выполнять 100%, но 100% тоже не рекомендовано выполнять. Почему? Потому что вы будете стремиться в 100%, а у вас не получится, будет 95%. А 95% – это не выполнение производственного задания. Ну, вы скажете, что у нас забастовка, а скажут, у вас забастовка по времени, а не по выполнению задания. То есть, короче говоря, чтобы не было никаких тут дискуссий, надо, чтобы было все красиво. Что вы выполнили на 100% норму. Если сделщики выполняют на 100% норму, сколько надо заплатить? Ну, они работали не 8 часов, а 6. Сколько надо им заплатить? Столько же? Правильно? Ну, они столько же сделали детали. Столько же, скажем, разгрузили и перегрузили. Или столько же отправили вагонов. Или столько же вырыли там или добыли полезных ископаемых за то же самое время. За счет роста интенсивности труда. Поэтому сделщики, которых, в общем-то, у нас большинство, вообще среди рабочих, они не проиграют в зарплате вообще. Ну, а по временщике, которым платят так. 8 часов работаешь, за 8 часов получаешь. 6 часов работаешь, ну, получаешь 6 восьмых. Правильно? А 6 восьмых – это 3 четвертых. 3 четверти получишь. Во-первых, 3 четверти – это больше, чем 2 трети. 2 трети – это в случае простое. Так что это не так мало, 3 четверти. А какой путь тут для тех, кто является повременщиком? Ну, вот поскольку у нас требования были такие о повышении реального содержания зарплаты, вот эти самые повременщики должны быть активными борцами за эти требования. Потому что требования должны быть такие, что при забастовке, при переходе к 6-часовому дню явочным порядком, зарплата должна повыситься. Вот когда будете требования выдвигать по зарплате, вот они должны быть повышены на такой процент, чтобы при переходе от 8-часового к 6-часовому все повременщики получили бы плюс. Почему? Потому что они из-за сокращения рабочего дня получат минус, а за счет повышения, то есть повышение должно быть больше, чем на 25%, правильно? Процентов на 30. Надо добиваться повышения за 1 час работы более, чем на 30% для повременщиков. Особо. И, так сказать, тогда это решает эту проблему. А поскольку они получают дополнительные 2 часа, они эти 2 часа, наверное, вы заметили в Трудовом кодексе, что можно делать во время забастовки. Митинги организовать, никуда не надо ходить спрашивать. Вот у нас все спрашивают, у начальства, на заводе, да пожалуйста, организовать. Написано в Трудовом кодексе, митинги, собрания, пикетирование, можете стоять у администрации, домой не пойдете, вы же 6 часов поработали, а 2 часа у вас свободных. Дополнительных еще 2 часа. И 2 часа можете стоять и каждому, кто входит в здание администрации, давать листовку. И наоборот, с каждым говорить. А если дождик, то не торопится их пропускать. Пусть на из козырька вода польется пока. Тут никакого нарушения нет. Ну так случилось просто, что всех уже не поместится, стоит много людей, сразу не разойдутся. Идут люди, пробираются. Потом те, кто тут уже стоит, специально пикетируют они зонтиками и в одежде, а другие думали пробежать. Только что из машины выскочил и так немножко застрял тут так опаром, протискивается. Ну как бы его никто и не задерживает, но никто особенно и не пропускает. Ну как бы так вот идет процесс. Без нарушений надо, чтобы никаких нарушений не было. Ой, извините, чуть на вас не наступил. Так, значит, вот что тогда мы можем записать в решении о проведении забастовки. Что забастовка. Ну, во-первых, мы уже говорили с вами о требованиях. Я еще раз повторю, что требования должны обязательно о повышении реального содержания зарплаты, ощутимые для, особенно для повременщиков, ощутимые. С учетом того, что рабочее время будет сокращено. По крайней мере, во время забастовки будет сокращено. Второе. Записать в требования забастовочный переход к 6-часовому рабочему дню, это значит, что пока забастовка, будет и так 6 часов. А как только забастовка закончится успешно, то эти 6 часов так и сохранятся. Потому что они в требованиях были. Потому что требования надо будет выполнить. Ну и вот у вас три параметра важнейших, которые нужно обеспечить. Это повышение реального содержания зарплаты. Так, чтобы при переходе к 6-часовому рабочему дню повысилась бы все равно зарплата повременщиков. Переход к 6-часовому рабочему дню, который вы будете требовать, но установить его сразу. Потому что форма забастовки будет такая. Два часа не работаем в смену. Два часа не работаем в смену в 8-часовой. Ну и у вас очень важное требование согласования с профсоюзом. Обязательно поставить таких локальных нормативных актов, принимаемых работодателем, которые затраивают положение работников. Отпуск надо поставить, увеличение отпуска. Всех отпусков, какие есть. И основных, и дополнительных. Делается очень просто. Могу рассказать, когда я вместе с товарищем Федотовым занимался составлением проекта Трудового кодекса России, мы очень просто делаем. Видим 5, пишем 10. Для начала разговора. Видим один день. Добавляем еще 2-3 дня и так далее. А дальше пусть дискуссия решает. Обсуждение, перетягивание каната и так далее. То есть никто вам, конечно, не гарантирует улучшение. Но если вы даже не хотите, вы хотите улучшить свое положение? Насколько? Ну, сколько хотите, пишите. Писать-то вы можете? Вот вы хотите, хотите получить за счет по этому курсу? Ну, если вы не хотите, приходите сейчас за счет, я сразу не за счет поставлю, нет проблем. Ну, странно было бы, если не хотели. Или там, что вы на экзамене. Хотите, что хотите тройку или пятерку? Наверное, пятерку хотите. В чем проблема? Ну, если человек даже не может выразить, что он хочет. А у нас ведь люди, посмотрите, у нас не только отдельные люди. Целые фракции, которые считают себя оппозиционными, не могут выразить, что они хотят. Вот смотрите. Есть фракция «Единая Россия». Она что хотела, то и провела. Она предложила свой проект пенсионный. Предложила? Предложила. Против выступила фракция КПРФ в Думе. Она состоит из кого? Из депутатов. Все депутаты по отдельности имеют право законодательной сессии. Каждый из них мог внести свой проект пенсионной реформы. И указать, что пенсию повысить вдвое. Уменьшить число лет до пенсии на три года. Женщинам там, 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 там. Там по всем, в зависимости от условий труда и так далее. Сделали это, товарищи? Нет. А кто им мешал? Никто им не мешал. Ну, внести-то, ну, может, не прошло бы. Я скажу, а мы внесем, а у «Единой России» у них где-то третий голосов. Ну, где-то третий голосов при голосовании. Ну, внести-то вам. Кто мешал? Каждый депутат имеет право внести закон. Каждый проект законно. Внес? Никто не внес. Хорошо. Здорово выступал товарищ Шейн. Товарищ Шейн, вот когда мы ему приготовили проект Трудового кодекса, и он даже в его тоже принял участие на завершающем этапе в работе над ним, он вносил проект. А тут он ничего не внес. А что вы, вот, «Справедливая Россия» почему не внесла? Очень хорошо Миронов выступал. Прямо молодец, так хорошо выступал, так правильно говорил. А что не внесла фракция? Никто из «Справедливой России», ни один депутат, и там целая куча. Не внесли никакого проекта. Никакого. Хорошо. Жириновский распекал там всех. Что вы делаете со стариками? Отдайте все деньги, вы миллиардеры. Отдайте деньги, все у вас наворовано и так далее. Красиво. А он предложил другой проект? Нет. А кто предложил другой проект? А никто. Президент мог предложить другой проект? Он предложил? Нет. Он не предложил другого проекта. Вообще, Верховный суд мог предложить другой проект. Конституционный суд. Я перечисляю. Кто мог? Но правительство оно не хотело другое. Поскольку глава правительства, он глава «Единой России». Оно явно тут не могло предложить другой проект. Сколько народу было? Сотни, которые могли предложить другой, никто не предложил. А в первом чтении какую-то сказку рассказывали насчет того, что это только концепция. Никакая не концепция. Существует три этапа рассмотрения закона в Думе. Первый этап. Определение из внесенных проектов того, какой берется за основу. Потом, при взятом за основу, во втором чтении рассматриваются поправки к взятому за основу проекту. И третье – это техническое. Посмотреть, почитайте, там какие-нибудь глупости не написаны, что вместо облака написано яблоко, а вместо яблока – облако. Посмотрите, нет ли там что-нибудь, как всегда бывает, документов пробежало. Вот в этом смысле то, что предлагают, написано в трудовом плане, гораздо выше для воспитания, так сказать, деятелей, так сказать, наших в юридическом плане, плохо подготовленных. Потому что оно от простых работников требует, чтобы они выставили требования. Ничего не надо. А мы против той жизни, которая у нас на заводе. Мы против. А кто не знает? А что, Дубаня, ну против. И что дальше? Вот вы против того, чтобы я поставил вам незачет? Или хотите зачет поставить, чтобы я вам? Ну как это? Разница есть? Есть. Давайте я всем поставлю, а вы считаете, мы все как один человек, все против. Я приду к этому, Александр Иванович сказал, Александр Иванович, ну что за люди такие? Ничего не готовят, ничего не приготовили. Поставил всем незачет. Ну и правильно, говорит, что, пусть занимается лучше. Вот и весь разговор. Что, мы не знаем, что у нас? Что, мы не знаем обстановку? Знаем обстановку. Некоторые у нас уже наученные, что они разрешают споры, они напишут директору и комиссию создадут. Кто будет в комиссии, ваши друзья или мои друзья? Ну мы с вами изучаем реальную жизнь. И что они, комиссия рассматривает, и что мне, они напишут мне волчий билет, скажут. Вы, Михаил Васильевич, проявили гнилой либерализм. Давно нужно было этих гнать отсюда, этих студентов. Там им не место в нашем университете. Ну так вот в жизни бывает. Поэтому мы должны быть конфликтологи, это люди реальные. Они понимают, что есть разговоры, а есть действия. И есть переход от разговоров, то есть от споров. Это то, что я сейчас сказал, это все отнести можно просто к фигуре речи. Если мне кто-то скажет, вот вы там угрожали студентам. Да вы что, говорю, это я пример приводил. И все. И они сами могут привести такой пример. И могут рассказать, а мы вот добьемся вашего увольнения. Могут сказать угрожать? Могут. А кто? Вам запрещено угрожать так? Нет. Совершенно не запрещено. Особенно после экзамена и зачета можно угрожать. Это рекомендация практическая уже. Короче говоря, вот если требования такие установлены, если требования такие имеют место, то вот их надо закрепить и форму, форму мы их закрепили, и форму забастовки такую. Начинаем такого-то 10 декабря с 8 часов утра. И будет и следующий порядок. Написано. Первая смена с 8 часов до... Скольки работает? 18. Чего? Ну, в целом, она 2 часа меньше, иначе до 15. Товарищ Бобинов, вы прибавьте к 8-6. Нет, ну перерывы все работает. Никаких перерывов. Нечего тут перерыва. Вы обедаете после смены. У вас 6 часов, смена 6 часов нормально. Это у вас 8 часов, вам надо перерыв делать, и дома вы не появляетесь. А тут у вас... Это до 15. Если было до 17, теперь до 15. Почему до 15-ти-то? Прибавьте к 8-6. Я не могу не есть. А? Я не могу не есть. Да ешьте, что вам мешает. Но не надо удлинять себе рабочий день. Торчать на работе без толку. Вот вам 8 часов вместо 8-6. 6 часов. Порядок такой предлагается. С 8 до 14. Почему такой? А вы можете есть. У нас сейчас забастовка. Это тоже частичное прекращение. Не волнуйтесь. Бутерброды с собой нарежьте. Чаек попьете. У нас сейчас, как говорят, у нас сейчас вообще роботы все делают. Сейчас вообще ничего рабочие почти не делают. Они вот стоят около станков, и баклуши пьют, книги читают. Ну пусть пьют и с термоса чай, и завидают бутербродами с красной икру. Потому что зарплаты у них очень большие. Вот хотят с черной. Это никто не возбраняется. Это делают. Так. После этого. Вторая смена. Во сколько начинают работу? Вторая смена начинает работу. В пятнадцать часов. В пятнадцать часов. И сколько она работает до скольки? До двадцать одного часа. До двадцать одного часа. Ну, видели таких? Вторая смена, чтоб кончалась в двадцать один час. Сейчас. Сейчас вторая смена, это, ну, у докеров двенадцать часов. Там они как с утра пошли, и все, и глубокое утро, ночью ушли, и глубокой ночью пришли. И других таких профессий у нас очень много. Представители тут есть. Так. А тут, значит, девять часов закончилось. И остается ночная смена. Ночная смена. Шесть часов. Во сколько начинается ночная смена? С двадцать двух на шестерпенье. Зачем вам с двадцать двух-то? Ну, куда вы пойдете в четыре часа утра? Ни то, ни сего. С двадцать четырех, как обычно. А в шесть часов утра закончили. И когда еще транспорта нету, все тихо, смирно, хорошо, спокойно. А трамваи ходят с полпятого. Хотите на трамвае, хотите на личной машине, у кого есть, хотите на автобусе. Транспорт во все ходит уже. В шесть часов метро открыто. И вы спокойно в шесть часов едете домой. В семье. Плохо, что ли? Ну, допустим, вам не дали. Она ведь не требует же этого. Не требует. А мы записываем с вами. У нас же сейчас занятие. Записываем график. Вот это должно быть записано. Забастовка проходит так. Первая смена работает шесть часов. Общее требование шестичасовое рабочее. Проходит забастовка в форме сокращения каждой смены на два часа. И конкретный график такой. Этот график первичный, потому что забастовочный комитет имеет право изменить форму забастовки, уведомив администрацию за три дня. За три дня. То есть, если упорствовать будет администрация, могут пятичасового рабочего дня перейти. Также подсократить снизу. А могут сверху. Могут четырех. У докеров так было. Они работали только час. Не работали. Долго. Целое лето. А потом они смотрят, что никак администрация не соглашается. Тогда они приготовили, что сейчас еще два часа прибавим. Отдыха. Каждую смену. И тогда администрация решила, что она заканчивается. Надо договариваться. Так, еще раз. Все должно быть расписано. На бумаге должно быть написано и подписано. И за это надо быть проголосовано, что будет организована работа во время забастовки следующим образом. Первая смена. Шесть часов. С восьми до... Четырнадцати. Вторая смена. Шесть часов. С пятнадцати до двадцати одного. И третья смена, ночная. С двадцати четырех до шести. Кроме того, это вот обязательная программа. Это надо все расписать. В обязательную программу входит еще то, что надо избрать, еще раз, забастовочный комитет. Это могут быть те же люди, которые у вас были в переговорах. А может быть другие. В переговорах может быть профсоюзники. А здесь надо избрать таких, которые в случае неудачи забастовки не позволят снять большие деньги с профсоюзной организации. Допустим, выставить рабочих, забастовочных комитетов из-за одних рабочих, которые не являются никакими профсоюзными работниками. Просто члены профсоюза. Поэтому они никак не несут ответственность за профсоюзную организацию. И если, скажем, вдруг пойдет неудачно забастовка и придется за нее отвечать, может быть, придется иск выставить администрация к профсоюзу и опустошить профсоюзную кассу, то в этой ситуации это не получится. А профсоюзники и так будут во время забастовки участвовать, правильно? В работе. Поэтому совсем не обязательно руководителей профсоюза писать в забастовочный комитет. Состав забастовочного комитета обязательно. Его во время забастовки, согласно Трудовому кодексу, кто руководит всей деятельностью на предприятии? Сдачный комитет. Сдачный комитет. Он отвечает за все, в том числе за порядок. И раз он отвечает за порядок, он, значит, кроме того, что и за сохранность имущества работников и работодателей. У докеров это выражается так. Откроет контейнер во время забастовки, там 20-футовые, вытащит все ценности оттуда. А не будет воровство, будет пропажа. Кто будет отвечать? Так отмечает кто? Во время, в обычное время отвечает соответствующая служба администрации, правильно? А во время забастовки? А раз мы отвечаем, то что нужно сделать в этот же день, раз вы решаете вопрос об организации забастовки? Не надо организовать дружину. А как ее организовать? Да очень просто. Все бригады становятся отделениями рабочей дружины. Очень просто. А бригадиры становятся руководителями рабочей дружины. И вот у вас рабочая дружина. Вот докеры здесь применили следующую схему. Они такое решение приняли. И приспослали бумагу администрацию замдиректора по режиму, что такого-то числа в помещении линейного отдела милиции на водном транспорте состоится совещание, посвященное выработке положения рабочих дружин и их действиях во время забастовки. И там будет обсуждаться вопрос о том, какие виды боевых единоборств будут изучать во время забастовки. Время же есть дополнительное. Ну вот надо занятия проводить. Вы Акидо изучали, нет? А Тхэквондо? Нет? А борьбой самбо не занимались? А я занимался. Я чемпион университета. Ну, я уж сейчас раскрою секрет по третьему разряду, правда. Но я обычно умалчиваю, что по третьему разряду. Потому что, ну что по третьему разряду? Потому что я пошел со вторым разрядом сражаться, все меня кинули, и я решил больше не подниматься по этой ступени. Думаю, все, это не мое. Ну, по третьему разряду я чемпион университета вот так. У нас спортивные занятия были. Каждую неделю мы два часа боролись. Ну, как боролись? Из этих двух часов боролись 10 минут, а все остальное подготовка. Потому что шею не сломали, руку не сломали. Надо будет разминаться. Надо все делать, все делать. Но однажды мне пришлось применить это дело, когда я был командиром отряда на целине. Какой-то пряник привязался, здоровый, давай с тобой подеремся. А тут мы приехали купаться. Я говорю, да ладно, что с тобой драться? Он, нет, давай. Ну, давай, говорю. Раз он там начал меня заламывать, я ему быстро сделал болевой прием, он сразу плакать стал, отпустите меня. И все так стало хорошо. Ну, надо же это уметь делать, вложиться, забастовку, во время забастовки надо изучить такие приемы, правильно? Айкидо чем отличается от других видов? Что там, вот уже человек какой-то совершает движение, а надо ему помочь это довершить, и чтобы оно упало. То есть не сила его брать. Потому что тут не сила, и борьба с амбо, и другие виды, и наборство, они не на силу рассчитывают на умение. Ну, и у кого уважают? Уважают сильных. Уважения нету этой военизированной охраны, или чопов, каких-то забастовщиков. Охранять-то надо? А скажут, а зачем вы задали дружину? А вдруг у вас пиджак пропадет? Или деньги у вас отберут во время забастовки? Кто будет отвечать? Вот мы и занимаемся сейчас. Айкидо, тхэкондо, или, как в известном анекдоте, трессора от Тойота. Применил наш борец. На одном из этапов и победил японца. Так что, вот это вопрос тоже очень важный. И его надо решить на конференции сразу. Чтобы решить, чтобы было все гласно, понятно, всем ясно, что все всерьез это делается. Надолго. А на сколько, говорит, вы это будете обыставать? Да мы навечно будем у нас. Теперь 6 часов уже будет навечно. Не, ну если вы примете наши все решения, то поскольку у нас в требовании 6 часов, то само собой 6 часов и останется. Поэтому тут или так, или так. Или явочным порядком будет 6 часов, или по соглашению. Какая разница-то? Никакой разницы нет. Зарплата идет, поскольку 6 часов люди работают. Зарплата идет, нельзя, нельзя. А не платить зарплату. Это грубое нарушение. Не выплата зарплаты – уголовное преступление. Согласно нашему законодательству. И вот теперь, что нужно сделать? А вот теперь нужно сделать так, чтобы в начинный день люди остановили работу. А это вот, вот если это не получится, то все и провалится. А люди работают, может, под 20 лет, ни разу, ни одного раза не пропустили, ни одного раза не остановили свою работу, ни на сколько. И вообще предъявительно относятся к этим всем вот разгильдяям, которые не работают. И тут вдруг надо им не работать. Я был во время забастовок, в начале 90-х годов, в Эстонии. Женщина выступала прямо, вот сидят забастовщики, крупное предприятие. Говорит, я вот, 20 лет у меня стажа, я ни одного раза, чтобы я час пропустила, чтобы я опоздал на работу, такого не было. А тут вдруг я не работаю. Это очень тяжело. А тут вдруг надо еще, еще тут круче, надо не просто не работать, а два часа не работать. Работать, здесь остановиться. Уже все это. Вошли в рабочий ритм, все с 8. Дошли до 14, даже вам показалось странно, вы даже цифры не все стали подбирать. Это не случайно. Как это первую смену, закончить 14 часов? Действительно. Это же черти что. Вы-то, небось, привыкли работать по 8 часов, не меньше, правда? А тут вдруг 14, говорят, все, отдыхайте, молодой человек, все, хватит. Вы что, надорветесь? Да и все равно не выучишь всю эту науку, все это познание бесконечности. Чего вы так страдаете? И вы тоже, посмотрите на себя. Тут же румянец должен быть, а он уже тускнеет. Девушки должны свисти, а они тут будут мучиться, учить, учить. Не надо так много заниматься. Позанимались, отдохните. Короче говоря, вот это очень важный момент. Как сделать, чтобы они, поэтому, вот это, самое большое дело, это первая смена. На первую смену. Что должен делать забастовочный комитет? Он должен из второй смены, из третьей смены поставить своих уполномоченных, чтобы они стояли и контролировали, чтобы как часы, в 14 часов, вот если вы, товарищ Бобинов, там будете плохо считать, что сейчас 4, это 14, а вы считаете до 15, чтобы вам, ну, показали там, взяли и остановили там вас. Ну, там разберутся, как сделать это, чтобы вы больше не работали. Потому что тот, кто во время забастовки, когда уже 14 часов закончилось, вот, все, все, а он продолжает работу, кто он? Шрикбрехер. А что с Шрикбрехами делают? Убьют. Ну, вы так прямо вот хотите подзапись. Уважают. Вот видите, у нас разница, я говорю, уважают. А как их уважают? Ну, вот так вот уважают. Так уважают, что после этого они не знают, куда идти. Ну, придут, три-четыре человека подойдут и скажут. Четыре человека, вот, хоть какой у вас там, Текундо или Эйкидо. Если четыре человека, да с рессорами от Тойоты. Я, например, это шутки, но я просто свидетель того, как председатель правкома второй Севедорной компании, вот, говорит, ну, мы, товарищи, с вами за границей были, за границей были, видели, как там борются, дерутся за рабочие места. Вот поэтому у нас сейчас зима, у нас в шкафчиках есть ламы, ледорубы, вот их достаньте и стойте у своего рабочего места, никуда не отходите. Если вы, кто рабочее место покинет, тут вот потом вас и уволят. Почему? А потому что во время такой забастовки могут быть попытки со стороны администрации привезти других. Тем более, что у, например, у докеров есть просто целая компания. Целая компания, которая отдельно существует как бы и продает свою работу, продает рабочую силу разным середорам компании. И оттуда там квалификация у них, конечно, ниже, чем у докеров. И у них и толку, и обмундирования нету, в тапочках приходят работать. Но если вы их допустите на рабочие места, вся ваша забастовка пропала. Поэтому такая форма забастовки, когда они просто полно все остановили, а вы работаете. Ну что они там будут? Один час после первой смены до второй. Ну кто один час поставит на работу? Никто не поставит. После вечерней начала работы, после вечерней смены получается в 9 вечера, да, в 21, а конец в 24. Ну, кто это на 3 часа пойдет? Даже никто и не пойдет. Потому что и денег не заработаешь, и никто не сел. Что это за работа такая? То есть вот такая организация работы, вот та, которую мы рассматриваем, она и эту проблему решает не таким путем, что вы за это бьетесь, а так, чтобы этого не было. А вообще, наверное, вы в эфире мы видели, как не пускают? Штырик Брехов. Что написано в Гузоте? Нельзя принуждать к забастовке? Их отказывать от забастовки нельзя принуждать. А вы и не принуждаете, вы просто там вот вышла первая смена, что она должна делать? Домой пойти или в ворот стоять? Она и смотрит, чтобы не пришли другие люди из вашего предприятия. А как она смотрит? Ну вот вы пришли из другого предприятия, а мы войдем втроем, будем с вами разговаривать. А что вы идете? А куда вы идете? А хотите ли вы здоровье укреплять свое? Ну просто спрашиваем. Ну здорово, если мужики подойдут и спросят. Могут спросить, что такого здесь? Ничего такого нет. Но это так во всей практике забастовочной всего мира. Что я вам буду рассказывать? Считайте художественную литературу. Нельзя принуждать. Я вас не принуждаю. Просто предупреждаю. Знаете, там бывает в порту, там скользко и упадет человек и все скажут а куда же вы? Так может быть. Там вода, а на заводах пар горячий. Что только нет. Это гром, железо, химия. Ой, вы все не связывайтесь. Идите там. Вы же здоровый сейчас человек. У вас здесь есть? Идите к детям. Ну у нас свобода слова же. Ну так то есть забастовочный комитет должен быть забастовочный. И все люди, которые участвуют в забастовке, это весь коллектив. Это дело всего. Коллективы все должны быть отмобилизованы. Ширикбрейхеров не пускать. Потому что если у вас приведут других людей на ваши рабочие места, все пропало. А зачем вам улучшать, когда он готовый, а вы знаете, сейчас безработица, и за каждым человеком может стоить два или три, которые могут его заменить. на этом я вынужден лекцию закончить сегодняшнее занятие, поскольку наше время истекло, а дальше уже получается, что я узурпирую свободное время трудящихся, что противоречит нашим установкам. Спасибо за внимание. В следующий раз мы будем дальше обсуждать о ходе забастовки. Что надо делать в ходе забастовки. Значит, желающие выступить с анализом коллективного договора в начале могут также выступить в следующий раз. Продолжение следует...